Квашеную капусту И поэтому об этом способе квашеной капусты, их существует множество Но я хочу рассказать вам Хотя, конечно, сейчас не проблема всю купорку купить в магазине Но все же я считаю, что продукты, заготовленные своими руками, очень отличаются от магазинных консервантов Итак, приступим Для этого нам понадобится капуста, белокочанная желательно Нож для нарезки капусты Можно, конечно, и обыкновенным ножом порезать Морковь Для нарезки моркови я использую вот такое приспособление Можно на обыкновенной терочке на крупной морковь потереть Сахар, соль, вода И столовая ложка для того, чтобы измерить соль и сахар И нужна будет посуда В чем мы будем кваситься будет наша капуста Я буду использовать такое ведерко для пищевых продуктов Оно с крышечкой хорошо закрывается Может быть, это обыкновенный трехлитровый баллон или кастрюлька Кому как в чем удобно Для удобства мы его качан большой Разрежем пополам И нашинкуем капусты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Введем в ведерко и дополняем. Ведро у нас полное, еще один литр воды разводим, как и в первый раз. Еще раз на литр воды насыпаем столовую ложку соли и столовую ложку сахара. Все размешиваем. Заливаем. Вот уже видите, вот рассольчик. Вся капуста не покрылась рассолом, но он уже вот рядышком. Этого достаточно рассолом. Капуста даст свой сок. Теперь мы просто накрываем тарелочкой, блюдцем и в небольшой гнет ставим сверху. Уже рассолом покрыта водичка. И так она пусть стоит в теплом месте дня два. Для удаления газа нужно несколько раз в день протыкать капусту в нескольких местах. Снимаем грузик. Газ мы вот так протыкаем и выпускаем. Лучшая температура для брожения считается от 15 до 22 градусов. Через два дня ведерко с капустой можно ставить в холодильник или другое прохладное место. И уже через несколько дней капусту можно будет кушать. Делая из нее разнообразные салаты, солянки и так далее. Кушаем, подписываемся, ставим лайки и пишем в комментариях, чтобы понравилась вам такая капуста. Всем пока-пока! До встречи на кухне и на водоемах!